Рядом с домом стоят фуры. Гудят, газы свои пускают от двигателей. Что делать? Вопрос, ставший классикой, в том числе и для садоводов из общества «Надежда». Как раз её уже потеряли люди. Дачи расположены совсем рядом с федеральной трассой. На шум проезжающих машин давно не обращают внимания. Но пришла новая напасть. Рядом с домами разместили парковку для большегрузов. И садовое общество «Надежда» просто задыхается от вот этой всей гари, пыли, которая поднимается вся эта пыль вверх, когда эти фуры разворачиваются. И вот шум в подушке. Всё, спишь и слышишь вот этот вот весь шум. Из-за этой проблемы с пылью и гарью от этих машин уже задумались, стоит ли строить дом. Участок стоит, как бы всё в собственности, но не знаю. В обществе почти 200 домов. В некоторых люди живут круглый год. Несколько лет назад по соседству с участками начали строить автокомплекс. Гостиницу для дальнобойщиков, шиномонтажную мастерскую, автомойку. Парковка для фур сначала была небольшой, но её начали расширять. И эта работа не закончена. Эта свалка расположена совсем близко к домам. Сюда ежедневно привозят тонны строительного мусора. Хлам затем утрамбуют и просто засыпят щебнем. Сейчас, судя по площади, можно рассуждать о том, что парковка станет в два раза больше. Дальнобойщики разводят руками. Они-то не виноваты в сложившейся ситуации. Это чуть ли не единственная большая парковка для фур на сотню километров в округе. Мы-то стоим тут в основном ночью. Днём, это редко мы тут бываем. Не видели садовода у вас. Мест немного, где можно постоять. А и обочин нету, где постоять. Так что выбирать не приходится. А чем мешаем? Не понимаю, шумом, что ли? Хотя тут тишину, наверное. Ну, может быть. Забор какой-то. Есть специальные эти противошумовые отбойники. И поставить. Бывает, ночуем, бывает. Сейчас заехали отдыхать пару часов. Дальше пойдём. Часть этой земли Ащинская мэрия продала в собственность. Другую взял в аренду предприниматель. В самой парковке для фур нет ничего противозаконного, говорят чиновники. Но обещают пересмотреть схему стоянки. Пока не установлен знак «парковать машины там не запрещается». Но работа в данном направлении ведётся. Планируемо, скажем так, к концу года, начало следующего года установить дорожно-знаковую информацию на данном участке. Проверку по заявлению садоводов может провести Краевое министерство экологии. Но она займёт время. Придётся не единожды брать пробы воздуха. Но если концентрация вредных веществ будет постоянно превышена, можно будет обратиться в суд. Прецедент по городу Красноярску есть, что у нас этот город обязали изменить схему дорожного движения, чтобы снизить концентрацию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Похожие исковые мы уже попадали и по Минино, и по Лесосибирску. А пока окончательное решение не принято, ситуацию будут мониторить муниципальные инспекторы. А садоводам придётся почаще закрывать окна. Александра Репева, Дмитрий Живцов, Енисей. Новости.